Дорогие братья и сестры, давайте прочитаем главу из Евангелия от Иоанна, которая повествует нам о празднике и о том дне, когда Иисус Христос воскрес из мертвых. Вы знаете, я буду говорить об этом немножко в конце. Люди относятся к Иисусу Христу как к какому-то мифическому супергерою. Немногим лучше, чем к какому-нибудь Бэтмену или Супермену или еще каким-нибудь, знаете, придуманным личностям. И совершенно теряется в этих традициях, в этих всей бижутерии, какой-то непонятных декорациях смысл того, что произошло. И той трагедии, и той драмы, которая была заложена, и чудесного выхода, и развязки из того, что произошло. Мы видим, что если Христос воскрес, это значит, что что-то до этого должно было произойти. И недаром хор сейчас пел такую песню, где было сказано, что такая была минорная часть, а потом только мажорная. Вот перед тем, чтобы была мажорная часть, была трагическая минорная часть жизни Иисуса Христа. Хор пел на место лобное. Лобное место — это что такое? Это место казни, погост. На место лобное агнец безгласно шел. Агнец, потому что уже объяснялось. Агнец — это было жертвенное животное, которое убивалось для того, чтобы грешник мог жить. Убивалось вместо человека за его грехи. Иисус Христос стал этим агнецем, которого вели на распятие. Иисус Христос действительно был сверхчеловеком. Это был Бога-человек. У него была полная власть, как он говорил сам. Умолить Отца, и 12 легионов ангелов спустились бы на землю. И как в ту пасхальную ночь они бы убили всю римскую армию. Он мог бы быть самым великим из всех диктаторов на земле. Он мог бы управлять всей планетой. У него силы было достаточно, знаний было достаточно, и власти, и прав. Если он умел исцелять людей, если он умел воскрешать людей из мертвых, вы только представьте себе, какой мир он мог бы создать. Как он мог бы здесь усесться на троне, и все были бы приходили, поклонялись ему. Он мог бы здесь сделать всех одинаково здоровыми, одинаково богатыми. Это же Иисус, это же Бог. Но почему-то пошло все как будто бы не так, как нам бы представляется это. Почему-то Иисус Христос пошел на самую позорную казнь, которая существовала в Римской империи. Он умер, его тело было растерзано. Вы знаете, что символ христианства — это крест. До того, как его убить, его избивали, его пытали, он был распят на кресте, он умер скоропостижно на кресте. Обычно на кресте могли провисеть разбойники и два, и три дня, и до недели. А Иисус Христос умер буквально за несколько часов. Он умер, потому что, как говорят медики, предполагают, что, возможно, это был разрыв сердца. Не от потери крови он умер, а то, что внутри такие мучения он пережил. Но Иисус Христос шел на это осознанно. У него было много шансов это избежать. И он заложил в это глубокий смысл. Это не, знаете, какое-то нарциссическое самоубийство. Есть люди, которые буквально граничат с хулой на Бога, когда они говорят, что тот, кто мог избежать смерти, и пошел на нее, это самоубийца. Нет. Это героическое самопожертвование, без которого наш мир давно бы уже не существовал. Если бы за нас не вступился перед Богом Иисус Христос, наш мир давно бы уже увяз и захлебнулся в своих же грехах и пороках. И драма этого праздника, она заключается в том, что... И Библия, с чего начинается, она же вся об Иисусе Христе. Что Бог любящий, Бог мудрый, Бог добрый, Он сотворил людей. Людей совершенных и был в гармонии с ними. Он дал им такую свободу, что Он от них ничего не скрывал. Он не создал их роботами и не манипулировал ими. Он поставил перед ними выбор. Дерево познания добра и зла и дерево жизни. Было запретное дерево. Дерево познания добра и зла, оно давало людям возможность или способность быть автономными, морально автономными от Бога и игнорировать Божий моральный закон. Вы знаете, что если есть добро и зло, то не может быть две версии добра или две версии зла. Должен быть только один законодатель, Бог, Он и есть. Моральный авторитет, моральный абсолют для всех людей. Но тогда, когда люди вкусили запретный плод, плод познания добра и зла, таким образом, помните, что дьявол сказал Еве, он сказал, когда вы вкусите этот плод, вы станете как боги, знающие добро и зло. И вот эта претензия на божественность внутри творения, внутри человека, претензия на конфликт с Богом, претензия на противостояние к нему, это то, что первый сделал дьявол, и это то, к чему он пригласил первых людей. И тогда, когда люди взбунтовались против собственного Творца, весь мир погрузился в конфликт. Оттого люди сидеют, болеют и умирают до сих пор, потому что мы находимся в конфликте с нашим Творцом, с нашим Богом. Мы решили сказать Ему, мы сами по себе, мы справимся без тебя, оставь нас в покое. Вот что говорят люди каждый раз, когда они грешат и не живут по Божьему закону. И что же делать? Человек, вот как раз-таки человек сделал самоубийство тогда, когда он пошел против Бога. Вот это и есть самое настоящее самоубийство, когда Господь сказал человеку, не ешь от дерева познания добра и зла, потому что ты смертью умрешь, и человек об этом прекрасно знал, он был предупрежден об этом. Отъешь от дерева жизни, от которого ты будешь иметь жизнь вечную, но со мной. Человек говорит, мне лучше умереть, но не быть с тобой, тогда, когда он идет против Бога. И это трагедия, потому что мы пожинаем, мы расхлебываемся, мы расхлебываем вот это последствие этой трагедии до сих пор. Люди рождаются, они как-то расцветают, и только-только расцвеление начинают увидать, и каждый человек подвержен смерти. Это все из-за нашего греха, все из-за... А это не самая большая проблема, что мы умираем и стареем. Ведь самая большая проблема – это зло внутри человеческого сердца, что мы хотим быть добрыми, но у нас не получается. Вот почему-то мы, люди говорят друг другу на свадьбе, люблю, люблю, женятся, а потом откуда-то ссоры берутся. Как берутся? Откуда берутся ссоры между людьми? Ладно, еще личные ссоры объединяются в большие государства, и друг на друга идут. Проливается кровь, и вроде люди настолько развитые. 21 век, цивилизация, уже все учебники прочитали, изучили, и массовое образование, и что? Это уберегло нас от войн? Это уберегло нас от зла на земле? Это уберегло людей от бедности? Сегодня достаточно богатства в мире, чтобы людям быть богатыми, всем. Сегодня достаточно знаний в мире, чтобы не воевать друг с другом. Спасает ли это людей? Не спасает, потому что зло живет внутри них. В этом вся трагедия. Именно для этого пришел Иисус Христос, не для того, чтобы злых людей, испорченных внутри вирусом греха, сделать еще вечно живущими вот такими богатыми и здоровыми. Во что они превратятся тогда? Христос пришел для того, чтобы извлечь зло из нашего сердца, сделать операцию на сердце. Для того, чтобы у людей была возможность прощения грехов перед Богом, примирения с Богом Отцом. И для того, чтобы Господь мог заново соединиться с сердцем человека, мог войти внутрь человека. Давайте прочитаем главу Евангелия от Иоанна. Я ее прочитаю сначала полностью, а потом просто короткими отрывками буду зачитывать и кратко комментировать ее. И после этого закончу. Откроем главу Евангелия от Иоанна. Уже Иисус Христос, получается, в пятницу он был распят. Вся суббота, шаббат еврейский, он пролежал во гробе. Людей не закапывали под землю тогда в Палестине, в Израиле, где Христос был. Вы знаете, там каменистая почва, и выкапывать это очень дорого что-то. Поэтому высекали гробницу в скале человека умершего, его обвивали такими специальными пеленами и бальзамировали. И погружали вот в это как раз таки отверстие в скале и так оставляли на год. После этого извлекали вот эту куколку, которая оставалась уже год спустя. Уже как бы иссохло, да, все то, что там в ней содержалось. И после этого делали как склеп захоронения уже костей. Вот такая была традиция захоронения. Поэтому не удивляйтесь тому, что мы будем читать, что пришли ко гробу к скале, и то, что гроб был запечатан камнем. Были другие традиции захоронения. И вот Иисус Христос, он в пятницу умер, его тело сняли со креста, его по всем традициям обвили пеленами, забальзамировали и отнесли во гроб. Читаем 20 главу. В первый же день недели, если у евреев седьмой, это был последний день недели, суббота. Первый день недели, то, как в России называется воскресенье. Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и наклонившись, увидел лежащие пелины, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелины лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. А когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаем, где положили его». Сказав си, я обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус ей говорит, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни», что значит «учитель». Иисус ей говорит, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет, возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и встал посреди их и говорит им, «Мир вам». Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, Дунул и говорит им, «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему, «Мы видели Господа!» Но Он сказал им, «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки мои в ребра Его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. И пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал Ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит Ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня, блажены невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Аминь. Это чудесное послание, просто с короткими комментариями теперь хотелось бы повторить. Когда мы читаем опять в первый стих. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит камень от гроба отвален». Надо знать, что Мария Магдалина – это удивительная женщина. Когда Иисус Христос до своего страдания, Он встретил Марию Магдалину первый раз. Магдалина – это была местность, откуда она произошла, это не фамилия Магдалина. Мария из Магдолла, она была бесноватой женщиной, ее терзали бесы. И она была одержимым человеком, и Господь, Иисус Христос, Он повелел бесам выйти из нее, и она получила освобождение от власти дьявола. С этого момента она ходила за ним, как и группа учеников, она присоединилась к нему и была верной последовательницей. Вообще удивительна роль женщин в мире и в отношениях с Богом. Вообще, вы посмотрите, если на зал, вы увидите, что здесь большинство женщин, большинство людей женского пола. Также, если вообще увидите по христианству всему, и вообще в целом, христианство достаточно такая женственная религия. Удивительно вообще. А когда мы читаем Библию, многие ошибочно думают, что Библия и христианство узурпируют женщин. Я что-то не вижу в христианстве узурпации женщин, большинство верующих почему-то женщин. Вот Господь так удивительно устроил мужчин и женщин, что они очень разные. И женщины, они скорее верят. Они как-то, как будто у них более эмоциональный склад ума или склад размышлений ассоциативный такой, у мужчин более логический такой, рациональный. Вы посмотрите, первый, кто поверил дьяволу, кто был? Мужчина или женщина? Женщина почему-то быстрее верит, неважно истине или лжи, просто быстрее верит. Через кого потом Иисус Христос приходит в мир? Кому первому говорится? Женщинам. Мария, святая Мария, которую Господь избрал, чтобы чудесным, непорочным образом был зачат Иисус Христос. Это Мария. Благодаря ее вере, вере женщины, он сотворил первое чудо, когда он вел себя, как обычный человек, до 30 лет. И мама Мария повелела на одном событии и говорит, слушайтесь того, что он скажет. И он превратил воду в вино, благодаря вере своей матери. И здесь почему? Удивительно, вся религиозная элита, которые распяли Иисуса Христа, у них вообще даже ничего не повернуло, что Сына Божия распяли. Ученики, которые следовали за Ним, где они на заре, где они, когда Христос умер? Они в заперти сидят. А кто идет ко гробу? Мужчины или женщины? Женщины рано утром, не ленятся пока, мужчины еще, наверное, где-то спят. Они идут рано ко гробу, когда было еще темно. Они идут вместе с какими-то специальными мастями для того, чтобы правильно ухаживать за гробницей. Они идут. И кому первому является Христос? Первому, кому вас... Опять женщинам. Удивительная роль женщин во спасении. Что как через женщин они первые поверили обману дьявола, и как-то все пошло не так, то через женщин первых ей приходит и спасение. Приходит евангельская весть. Это я просто хотел прокомментировать для того, что, знаете, мужчин в церкви меньше бывает, потому что мужчины, они не подвержены эмоциональному манипуляции. Они думают, что в церкви манипуляции какие-то. Им нравится, когда логично, строго, понятно. А женщины, они более впечатлительные, возможно, и поэтому скорее верят. Но если здесь есть мужчины, я обращаюсь к вам, читайте Писание. Оно очень логично, оно очень строго, оно очень понятно. И в итоге Господь после первого грехопадения спрашивает не с женщины за грехопадение, а кому он первым обращается? К мужчине. Бог мужчину поставил во главу семьи, и с мужчиной спрашивает ответственность. Бог что, не знал, что Ева согрешила первая? Знал прекрасно. Но к кому он обращается? Он говорит, Адам, где ты? Не ел ли ты от дерева, которому запретил не есть? Мужчины несут ответственность перед Богом за свои семьи. Мужчины несут ответственность не только за себя, но и за своих близких. Если вы не в правильных отношениях с Богом, от этого страдает ваше окружение. И Бог с вас спросит за то, что ваши жены зазывали вас на богослужение, а вы думали, что это пусть она пойдет, и это как на шопинг, нервы успокоить в церкви. А сами не ходили. Бог с вас это спросит. Поэтому если вы здесь оказались, мужчины, вы тут не случайно. Оставайтесь в церкви, потому что это место, где Господь поставил служителей кему, кого он поставил, мужчин в итоге служителей поставил. В нашей церкви женщины не проповедуют, потому что в итоге проповедь Христос говорил сказать кому? В итоге мужчинам, апостолам. Поэтому я рад всем тем женщинам, которые здесь находятся, но хотел бы призвать мужчин, задумайтесь о своем спасении. Дальше читаем. И так бежит Мария, это второй стих, и приходит к Симону Петру, к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит ему, унесли Господа из гроба и не знаем, где положили его. Вообще посмотрите на это эмоциональное состояние этой бедной женщины. Представьте, что она, когда была бесноватой, она была никому не нужна. Она была никому не нужна. Она была одинокая женщина. От нее отказались все родственники. И Христос нашел ее буквально в одиночестве. Он привел всю ее жизнь в божественный порядок. Он навел порядок в ее душе, в ее жизни. Конечно же, представьте, насколько ее сердце было привязано ко Христу. Она ходила за Ним везде и неотступно. И тогда, когда Христа распяли, представляете, какая для нее это была личная трагедия. Ее учителя распяли. И посмотрите, вот интересно, как работает ее логика. Несмотря на то, что Иисус Христос говорил много раз, много раз, и она это слышала много раз. Христос говорил, что мне надлежит быть распятому и на третий день воскреснуть. Он предсказывал это. Зачем она гоняется? За телом. За умершим телом. Гоняется. Непонятно зачем. И смотрите, она приходит и говорит, что унесли Господа из гроба. Не сказано про Марию, что она даже вошла в гроб, чтобы проверить, что произошло. И ей даже не приходит на мысли ни одна божественная идея, что произошло. У нее сразу уже готовая версия. Унесли. Уже что-то не так. Ей не приходит даже ни одна божественная мысль в голову. Она вся на эмоциях. Унесли его тело. Вы знаете, вот какой здесь вывод можно сделать, что люди очень быстро привыкают к материальному, эмоциональному, ощутимому. И в моменты эмоций им не приходят божественные мысли в голову. Нужно остановиться и подумать. Нужно остановиться и подумать, а что Бог хочет сказать в данной ситуации? Что на самом деле произошло? И таким образом, знаете, рождается религия просто мертвых тряпок и пустой гробницы. Люди гоняются за мощами, люди гоняются за останками, люди поклоняются каким-то образам, каким-то деревяшкам. А то, что Иисус Христос воскрес, вообще никому не важно. Вы знаете, сегодня можно найти больше шести вот этих полотен, в которые якобы был завернутый Иисус Христос. Люди до сих пор, две тысячи лет спустя гоняются за чем? За тряпками, в которые он был завернут. Это не безумие ли? Иисус Христос воскрес, а у него настолько затуманенные мозги, настолько у него эмоциональное состояние заблокировало вообще любой поиск Бога, что она уже готова, она уже обвинила, что кто-то унес, она уже в панике, уже всех на уши разбудила, подняла, все прочее. Тела нет, мертвичины. Вы знаете, сегодня все церкви христианские делятся на две категории – живые церкви и мертвые церкви. Живые церкви – это там, где живая музыка, живые молитвы, живые проповеди, живые отношения с Богом. А мертвые церкви – это там, где тело в центре, там, где нет живого Христа в центре. Там мертвая литургия, там мертвые обряды, мертвые традиции, и нет ничего живого. Там говорят, Христос воскрес, а на самом деле гоняются за этими тряпками, как Мария. Дальше читаем. «В тот час вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу». Другой ученик – это Иоанн, который это все пишет. Он себя так очень скромно называет «ученик, которого любил Иисус». Они побежали оба вместе. Посмотрите, какое рвение. Но другой ученик бежал скорее Петра, а пришел ко гробу первой. Петр был старше, ему было лет 40 уже на тот момент. А Иоанну было лет 21-22, примерно так. «И наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. И вслед за ним приходит Симон Петр, входит во гроб, видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленными лежащими, особо свиты на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел». И вот тут ключевое слово – «и уверовал». Это Иоанн пишет про себя. «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежит воскреснуть из мертвых». Видите, как здесь Иоанн самокритично относится к себе? Это были люди, которые были воспитаны на священных писаниях. Вы знаете, в Ветхом Завете десятки текстов были о том, что должен прийти Мессия. Он должен умереть и должен воскреснуть. Но они настолько были заняты традициями, настолько плохо, видимо, знали Писание, настолько невнимательно слушали Христа, что сам Иоанн пишет, говорит, «Мы не знали из Писания, что он вообще-то должен был воскреснуть». Иоанн приходит, как гробницы, видит, для них это шок, что куда-то делось тело. Он говорит, «Мы не знали из Писания, что он должен был воскреснуть». Только в этот момент он вспоминает, что да, так и должно было получиться. Вы знаете, я хотел такой вывод здесь сделать, что только Писание может привести людей в истинную веру. Вы знаете, веру не рождают в Бога чудеса. Не рождают. Знаете, человеку неверующему, когда говоришь о чуде, он говорит, это совпадение, и ничем его не убедишь. Когда ты им приводишь аргументы, факты, он говорит, это подтасовка, потому что он не верит изначально. Помните, Иисус Христос сам, когда учил, ходил, и люди просили у него чудес, говорят, вот сделай чудо, и мы поверим. Христос говорил, нет. Он говорит, я сделаю чудо только тем, кто уже верует. И есть такие тексты Писания, где Христос говорит, я не мог там сотворить ни одного чуда по причине неверия людей. Запомните, чудо не рождает вера, но вера всегда ведет к чудесам. Господь посылает чудеса тем, кто уже верит. И в итоге Иоанн здесь верит, потому что он вспоминает Писание, что так и должно было случиться. Если вы не готовы читать Писание, если вы не готовы верить Писанию, не рассчитывайте на чудеса в своей жизни. Потому что если человек не верит вот этому минимуму того, что здесь сказано о Боге, ему на блюдечке новая Библия, своя личная, не появится с небес. Так сказал Иисус Христос. Помните, он приводил притчу, как жил богачий Лазарь. Лазарь был праведник, богач был развращенный человек, потом богач попадает в ад, Лазарь попадает на небеса, в рай. И богач просит Лазаря, он просит, чтобы Лазарь пошел к братьям богача, которые идут тоже в ад, живут развращенной жизнью, и сообщил им, что все, что говорили о загробной жизни, это правда, что есть ад и рай. И помните, что отвечает с небес Авраам этому богачу? Он говорит, у них есть, что? Моисей и пророки, у них есть библейский текст. И если они этому не веруют, то для них нет другого откровения, чудо не произойдет. Он говорит, даже если мертвый воскреснет, не поверят. Посмотрите, не так ли произошло с Иисусом Христом? Даже мертвый воскрес Иисус Христос, сам Сын Божий был, если это прямые доказательства, Сын Божий, все уверовали в Него? Да не все уверовали, да Его вообще распяли. Людям, неверующим, не нужен даже сам Бог воплоти. Не нужен им Бог изначально, потому что они от Него отказались. Я хочу вас спросить, вот вы верите Писанию? Вы верите библейскому тексту? Ни традиции, ни рассказам других людей о Христе. Вы изучаете библейский текст? Насколько вы авторитетно воспринимаете это как откровение Бога? Потому что Господь говорит, я не пошлю чудо тем, кто не верит этим текстам. Настоящую веру, как и настоящее христианство, можно определить только соответствием Писании. Сегодня много церквей, меня часто знакомые спрашивают, вот так много церквей, все по-своему толкуют Библию, куда идти? Я говорю, читай Библию и поймешь, куда идти. Та церковь, которая ближе к библейскому образцу, вот эта церковь и истина. Там, где библейский текст в авторитете, а не просто чудеса, жития, какие-то мифы, легенды или еще что-то. Если это не соответствует библейскому тексту, уходи из этой церкви. Это неправильная церковь. Правильная церковь, правильное поклонение, это то, как хочет Бог. Дальше читаем. «Итак ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих у одного у головы, у другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Вообще, мне интересно было бы задать вопрос потом Марии. «Хорошо, тебе показали бы тело, куда его унесли и положили». Что бы ты делала с этим телом? Ну, что бы ты даже одна делала с ним? Вот такой у нее поиск, такой душевный, эмоциональный. И ангелы, посмотрите, как они нежно обходятся с этой плачущей женщиной. Они говорят, «Мария, ну, слушай, ну…» Они не обвиняют ее, говорят, «Мария, ты должна была знать тексты Писания какие-то». Вспомни, что он говорит. Они ничего не говорят. Они говорят, «А что ты плачешь?» Вы знаете, вот удивительно, Господь подходит к нашим немощам. Это же мы все в этой Марии себя видим вообще, да? И в этих учениках, которые не понимают, что происходит. Это все описано для того, чтобы мы в этих образах себя видели. Они начинают с утешения. «А что ты плачешь?» Когда вы хотите привести человека к вере или вообще сказать ему какую-то разумную мысль. Сначала нужно вычерпать его слезы. Вы знаете, сегодня у людей ожесточение серьезное. Особенно во времена военных действий люди сильно дичают и звереют. Конфликты в семьях, у них первобытные инстинкты просыпаются в крови. Они плачут о потерях и правильно плачут. И невозможно бывает говорить о любви Божьей, пока ты просто не выслушаешь человеческие слезы. Сегодня этот вопрос ангелов, которые помогают нам прийти к вере, он звучит, скажем, «А что ты плачешь?» Я не знаю, от чего вы плачете. Я не знаю, от чего у вас на сердце неспокойно может быть. Что вы пережили? У нас у каждого сейчас, чего не спроси, у каждого есть о чем где-то в тайне от всех поплакать и погрустить. Есть та грусть, личная грусть, которую каждый прячет сам в себе. Но Господь все видит. И он начинает диалог с человеком, не с обвинений. Он начинает не с грозных каких-то, знаете, морализаторов. Он спрашивает, «Что ты плачешь?» Она говорит, «Унесли Господа моего, не знаю, где положили его». Ангелы-то все знают. Ангелы знают, что он воскрес. Они даже не смеются над ней. Знаете, ангелы – это вообще интересное создание. Ангелы – это переводится с греческого как «посланник». «Посланник» или «вестник». Бог посылает ангелов на особо значимые случаи. Всего три раза в жизни Иисуса Христа мы видим особое участие ангелов. Первое. При Рождестве Иисуса, когда происходит некая смена событий, которую невозможно воспринять просто так, Бог посылает ангелов, чтобы они помогли людям это воспринять. Прежде чем рождается Иисус Христос, а такого рождения никогда не было, чтобы родился от девушки ребенок, пришли ангелы. Второй раз мы видим, помните, когда в жизни Христа ангелы участвуют? Тогда, когда Иисус Христос готовится к страданиям. Неимоверные страдания. Он готовится принести в себя жертву за весь мир. И написано, что ангел подкреплял его. Ангел был рядом с ним. Он помогал ему перенести это. И третий раз мы видим здесь и сейчас. Тогда, когда люди дезориентированы, не понимают, что происходит, тогда Бог посылает ангелов, они помогают. Я не знаю, может быть, вы верите в то, что у вас есть свой личный ангел. Может быть, вы верите, что он как-то сопровождает вас. Мы в Библии такого не находим. Мы видим, что ангелы посылаются ровно тогда, когда Бог хочет зафиксировать ясное какое-то свое послание. И нам нужно верить тем ангелам, которые там разговаривали. Но интересная вот какая мысль. Что Бог с ангелами не имеет таких отношений, которые он строит с людьми. Смотрите, ангелы согрешили. Дьявол, вы знаете, кто такой дьявол? Это бывший ангел, который восстал против Бога, и часть ангелов вместе с ним превратились в бесов. Стал ли Бог спасать дьявола? Покается ли когда-то дьявол? Не стал. Дьявол подлежит вечному осуждению, ему нет никаких шансов для спасения. Ангелы, которые поверили дьяволу и вместе с ним восстались против Бога, Бог не стал ради них приносить в жертву своего сына. Он не стал их спасать. Хотя интересно, ангелы гораздо, ну, мы скажем, лучше нас. У них там крылья какие-то, у них суперспособности, они много чего умеют, они какие-то интересные. Нам бы хотелось скорее быть ангелами, да, чем людьми. А вот мы вот какие-то такие с двумя руками, фичью, какими-то пальцами тут, тут какие-то неуклюжие такие. Ну, посмотри на ангела, посмотри на себя, да, кого лучше спасать. Люди согрешили, но ради людей Господь посылает своего сына. Ради людей Он становится человеком, проживает человеческую жизнь. Он умирает на кресте, воскресает и строит из людей церковь свою, строит рай. За ангелов Бог не стал страдать. Поэтому ангелы здесь, и они, знаете, сопровождают воскресение Христа, и они смотрят на этих дезориентированных людей и думают, ну, когда же вы поймете, что для вас хочет сделать Бог? И они, конечно, говорят ей, что сказав «сие», они говорят, ну, они помогли Марии сориентироваться, и дальше сказав «сие», обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала Его. Представляете себе, вот тут такой вывод, конечно же, что те люди, которые погружены в религию тряпок, в религию мертвых мощей и тел, они, даже когда сам Христос рядом встанет посреди них, они, как Мария Его, что? Не узнают. Понимаете, когда человек сосредоточен на оболочке, на вещественном, на эмоциональном таком, даже когда с ним сам Христос встанет рядом, он не поймет, что это был Христос. Потому что Христос сказал, что «овцы мои, они слышат голос мой». То есть на слух ориентируются, идут за мной. Возможно, вы, ну, как Мария тоже сегодня, знаете, вот вроде пришли в обычную церковь, да, вы думаете, ну, какие-то ребята молодые, постарше рассказывают слово Писания. И вы, возможно, в этом не разглядите и не заметите, что на самом-то деле, когда читается библейский текст, он обладает таким авторитетом, что это говорит сам Бог к вам через библейский текст. Но из-за того, что вы очень, может быть, сосредоточены на ансамбле, который играет, на детях, которые тут сидят, на хоре, как он поет, кто как смотрит, кто как слушает, то вот эти отвлечения, знаете, разные, они отвлекают, и вы даже и не заметите Христа здесь, который стоит и говорит вам о себе, что я воскрес, что я пришел для вашего спасения и так далее. Когда мы сосредоточены на религии, у нас не будет веры, у нас будет внешность, но не будет внутренности. Сам Христос стоит рядом с Марией, а она его не узнает. Иисус ей говорит, Мария, как будто бы окликнул ее. Она, обратившись, говорит ему, Равуни, что значит учитель. Вот для Марии было настолько, видимо, знакомо обращение Христа к ней по имени. Я знаю такую легенду о Марии, о том, что тогда, когда она была опустившейся женщиной, когда она была в одиночестве, никто не называл ее по имени, ее только по кличке называли. И тогда, когда Христос ее исцелил, он первый, кто назвал ее имя. А никто не знал ее имя, как ее в оригинале зовут. И для нее было настолько чудесно, что Господь назвал ее имя, что она расположилась к нему. Это легенда такая. Это не надо воспринимать авторитетно. Но здесь заложен глубокий смысл. Господь Иисус Христос знает, не просто людей спасает, он тебя спасает, он тебя знает по имени, он к каждому обращается персонально. Он знает, что меня зовут Марк. Он знает, что тебя зовут, не знаю, как тебя зовут, возможно, тебя зовут Юля, не знаю, Коля, Вася, еще как-то. Вот Господь обращается к каждому персонально. Удивительно. Вот понимаете, я вот на месте Христа думал, вот если бы я умер, и я бы воскрес, я, скорее всего, захотел бы встать посреди всего мира, так засиять, как солнце, не знаю, и чтобы все меня узнали. Я бы не обращался к людям по имени. Да это потому, что я такой плотской диктатор. А Христос обращается к каждому по имени. И дальше мы видим, интересно, Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, я еще не вошел к отцу моему, иди к братьям моим, скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Здесь написано, не прикасайся, удивительное слово, хотя потом Фоме он говорит, прикоснись. Как вы думаете, Бог запретил Марии прикасаться? Здесь важно уточнить, что слово «не прикасайся» правильнее перевести как «не удерживай меня». Потому что Мария тут же обняла, мы читаем в другом Евангелии, и обняла Иисуса Христа за ноги. Она поклонилась, обняла и как-то удержала. Она наконец нашла тело Господа, и она еще настолько вот хотела его удержать, видимо, что обняла и не отпускает. Она говорит, Мария, не удерживай меня. Интересно, а почему Христос говорит, не удерживай меня? Она хотела, чтобы он тут остался и никуда больше не уходил. Она такой стресс пережила. Его увели на крест, его там пронзили. Потом унесли Господа тело, там садовник какой-то, еще что-то. И тут она схватила, все, больше не отпущу, все. Господь, он так успокаивает, и говорит, не удерживай меня, не удерживай меня. Я еще не вошел к Отцу моему. Говорит, иди к братьям моим и скажи, иду к Отцу моему, и впервые в жизни это звучит, к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Это очень важный тезис, потому что у действительно людей неверующих много претензий к Иисусу Христу. Он заставляет нас верить в себя тогда, когда мы его не видим. Чего же он, когда воскрес, не остался здесь жить на земле? Мы бы все приходили, видели, что он реально существует, все это пережил, и мы уверовали в него. А Господь видит миссию своей завершенной не тогда, когда он умер и воскрес. Он видит свою миссию спасения завершенной, когда он придет к Отцу Небесному. А почему Иисусу Христу важно было попасть туда, на небеса? Заметьте, это первый из всех людей, первый из всех людей, который был настолько безгрешный, что имел право вот так вот просто войти на небеса. Таким образом, Бог показывает каждому христианину в будущее, что твоя цель не здесь на земле сидеть в обнимку со Христом, вот так вот, с его ногами и телом. В этом нет цели. Цель христианина, это как Христос, дойти до неба. Вот там цель. Помните историю Пасхи, помните историю Песоха, как народ израильский был в рабстве в Египте, и Господь через Песох, Он делает освобождение. Слово Песох по-другому переводится как освобождение. Господь выводит народ израильский, Он становится нацией, свободным народом, и идет в землю обетованную. Так написано, что это была репетиция, это был прообраз того, что Бог сделает с людьми. Мы здесь, Египет, это образ греховного мира, который держит нашу душу в рабстве. А Господь, это тот самый Песох, тот самое освобождение, которое доводит нас, выводит из рабства и ведет куда? В землю обетованную, но она не здесь. Она где? В небесах. Иду к Отцу моему и Богу вашему. Я еще не вошел на небеса. Таким образом, Христос как бы приглашает за собой. Дьявол людей пригласил за собой в ад, а Христос приглашает людей за собой куда? В небеса. Для христианина никогда он не обманывается, что его цель жизни здесь на земле счастливая. Люди ищут справедливости на земле, думают, когда здесь будет справедливость. Не будет здесь справедливости. Люди ищут здесь здоровье, счастье, богатство. Здесь все призрачно. Даже если тебе попало здоровье, ну на малое время. Богатство в руки попало, ну на малое время. Христианин, вот как Мария схватилась, чтобы удержать, христианин не должен хвататься ни за что на земле вот так вот. Он должен хвататься только за небеса. Символ первых христиан был якорь, перевернутый вверх. Что якорь, который бросает туда на небо. Поэтому цель христианина – это там, небеса. И знаете, на этом я буду уже заканчивать, потому что здесь, в принципе, достаточно, чтобы понимать, что сделал Иисус Христос. Что сделал Иисус Христос? Он говорит, иду к Отцу моему и Отцу вашему. Почему это в первые жизни прозвучало? Потому что люди, тогда, когда они согрешили, они потеряли родство с Богом, они ему стали чужими. А Иисус Христос, когда Он первый из людей вошел на небеса, Он создает семью, семью христиан. Он говорит, если Отец мой, то уже Отец ваш. Иди к братьям моим. Он людей называет братьями. Поэтому у нас молитва как начинается? Здесь у нас другой текст висит, обычно, Отче наш. Вот чтобы мы имели право молиться Богу как Отче, это значит Отец наш, для этого надо было кому-то пострадать за это. Христос пострадал за то, чтобы мы имели право к Богу обращаться как Мой Отец. Вот говорит, иду к Отцу моему и Отцу вашему. Поэтому церковь – это семья, поэтому у нас все так просто, поэтому у нас тут дети сидят. Мы как большая семья, мы называем друг друга братьями и сестрами, хотя мы чужие. Мы когда расходимся из церкви, каждый из нас на разном социальном положении, разном уровне. Кто-то очень богатый, кто-то очень бедный, кто-то очень образованный у нас в церкви, кто-то очень простой. Но когда мы приходим сюда, нас не это образовывает. Здесь не церковь военных, или церковь бизнесменов, или церковь учителей, или еще кого-нибудь. Нет. Церковь – это собранные грешники с разных-разных слоев населения, потому что их Христос объединил. Иду к Отцу моему и Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему. Мы здесь все братья и сестры, мы здесь христиане в первую очередь, а потом все остальное. Вот какое чудо Бог сотворил в Своем воскресенье. Он избавил нас от грехов, Он вошел к Отцу, Он заступается за нас там на земле, Он зовет нас за собой. Он зовет нас за собой. Поэтому сегодня, конечно же, сейчас у нас будет общая молитва. Я приглашаю всех христиан помолиться. Что написано в конце этой главы? Посмотрите, последний стих этой главы. «Сие написано, чтобы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и не просто веровали, что был такой Сын Божий, где-то там, а веруя, имели жизнь во имя Его». Это значит жизнь во имя Его, это значит жить так, как будто бы Христос присутствует рядом с тобой каждую секунду. Вот что значит жить во имя Его. Когда муж уезжает в командировку, если он осознает, что его жена жива, он ведет себя определенным образом, хотя ее рядом физически не находится. Понимаете, о чем я говорю? Мы ни разу не видели президента, может быть, кто-то из вас видел его, но когда мы понимаем, что мы его не видели, но он есть, мы себя ведем так, как будто бы он есть. Понимаете? И слушаемся правил и законы. Тогда, когда человек лишь устами говорит, что Бог есть, Христос был, а ведет себя так, как будто бы его нет. Вот это значит, человек не верит в Иисуса Христа и не живет во имя Его. Христианин – это тот, кто живет так, как будто бы Христос не просто есть, а он рядом с ним. Вот что значит жить во имя Христа. Происходит ли твоя… Вот если посмотреть на видеопленки всю твою жизнь, вот как ты прожил последнюю неделю, как ты прожил последний год, она напоминает, если на нее посмотреть, это как на фильм, скорее на то, что Христос жив, или на то, что Христос, может быть, был жив, может быть, не был жив, что Христос – это миф. Твоя жизнь чем-то отличается, вот когда ты был один на один с самим собой, что Христос для тебя моральный авторитет, что ты живешь во имя Его, живешь так, как будто бы он с тобой рядом. Вы знаете, я говорю, если мужчина в командировке, он знает, что его жена жива, и если он верен ей, то поэтому мужчине все знают, скажут, хотя его жены рядом нет, что он женат, скорее всего. Вот по тебе, как по христианину, могут люди сказать, что мы видим, что это христиане? Есть ли у нас вера в Иисуса Христа и жизнь во имя Иисуса Христа? И я хотел бы сказать людям, которые, возможно, первый раз сегодня много чего слышат, думают, ничего себе, сколько важных историй. У нас в церкви есть прекрасная библейская традиция, это традиция молитвы покаяния. Молитва покаяния – это то, как помолился в конце этой головы Фома. Фома неверующий. Один из 12 учеников, который сказал, не поверю, пока не потрогаю Христа. Христос явился ему. Не думайте, что Христос вам явится, как Фомя. Нет. Пример Фомы описан не для того, чтобы нам теперь так же говорить, как Фома. Как пример отречения Петра не написан для того, что мы теперь можем отрекаться и Господь нас простит. Нет. Это было написано для того, как Христос сам сказал. Он осудил Фому. Он говорит о том, что... Давайте прочитаем этот последний стих. О том, что блаженные, невидящие, невидевшие и уверовавшие. Вот мы не видели Христа, но мы читаем о Нем. Мы верим этому тексту или нет? Будем иметь жизнь во имя Его. Если вы верите этому, скажите, как Фома, молитву покаяния, Господь мой и Бог мой. Мы приглашаем людей обычно в конце собрания пройти вперед, те, кто никогда не молился Богу, и помолиться Ему первый раз в жизни. Господь мой и Бог мой. Сегодня дети молились, некоторые взрослые, я знаю, в жизни ни разу так не молились, как дети. Представляете себе? Дети умеют молиться, общаться с Богом просто, а взрослых язык не поворачивается к Богу обратиться. Так если он живой, если ты к нему обращаешься как к живой личности, так скажи ему несколько слов. Мы призываем людей помолиться, молитвы покаяния, потому что с молитвы покаяния начинается отношение с Богом. И пресс-фитер будет призывать к молитве покаяния. А сейчас просто встанем вместе и те, кто желает из верующих помолиться, поблагодарить Христа за Его миссию, за Его спасение, поблагодарить Его за свою жизнь, жизнь, которую Он приготовил нам на небесах. Может быть, покаяться за что-то, что неправильно было в Его жизни. Мы сейчас встанем и помолимся. Спасибо.